Здравствуйте! Сегодня мы разберемся как правильно мыть полы. Давным-давно, когда все жили в избах, то ходили в колодцу, набирали воду в ведро, ведро приносили домой, мыли полы. И с тех пор эта привычка у многих осталась. Хотя, на самом деле, не такой особой необходимости промывать воду в ведро нет, поэтому я рекомендую мыть проточной водой. Возьмите современную микрофибровую тряпочку, промойте ее, отожмите. Особенно это важно, если у вас, например, ламинат дома или паркет, который может царить. Дальше кладете на пол и встаете и идете по всей квартире. Вот, особенно много пыли скапливается ближе к стенам. Этот способ удобен тем, что не требует наклона, перегружается в позвоночник и в то же время вы основную пыль при этом убираете. Разумеется, есть такие места, куда так просто не подлезешь. Сейчас мы увидим, что вот она грязь за несколько дней накопилась. Вот она четко здесь видна. Вот, соответственно, можно тряпочку перевернуть, сложить заново и дальше пройти по всей квартире. Вот этот очень экономичный способ уборки и позволяет быстро убрать вам квартиру, убрать самую основную пыль. Не шумный способ, в отличие от пылесоса, не пыльный. Вот дальше можно тряпочку в воде проточной быстро сполоснуть, снова отжать и повторить данную процедуру в другом месте. Преимущество в том, что вы будете потом мыть заново чистой тряпкой, а не грязной, отжатой в какой-то грязной воде. Также совершенно не обязательно здесь добавлять какие-то моющие средства. В большинстве случаев достаточно простой, теплой проточной водой. Промыть пол. Спасибо большое за внимание.